На депутата Горсовета Новотроицка Артема Жарко пожаловались в прокуратуру. Эта история началась с обращения в редакцию НТСК.ру новотроичанина Дмитрия, проживающего в доме номер 4А по улице Библиотечная. Он прислал видео подвала, рассказав, что в нем стоит вонь от нечистоты, в квартирах нечем дышать, а управляющая компания Стандарт не реагирует на просьбы жителей навести порядок. Как выяснилось, претензий к этой организации настолько много, что о ней заговорили как в городской администрации, так и в Горсовете. Заместитель председателя Городского совета Новотроицка Артем Жарко рассказал, что со стороны мэрии существует предложение об управлении этими домами муниципальной управляющей компанией, которая была создана как альтернатива частным управляющим компаниям. На дверях подъезда появились объявления о созыве в неочередных общих собраниях жильцов с целью выбора управляющей компании. При этом управляющая компания Стандарт размещает объявление о том, что никакого выбора производить не нужно, они продолжают оставаться управляющей компанией, так как имеют соответствующую лицензию. Но ситуация не совсем такая. То есть действительно летом компания была лишена соответствующей лицензии управления домов, затем они получили новую лицензию, но так как эта лицензия новая, а не продление старой лицензии, на сегодняшний момент необходимо в любом случае провести общее собрание жителей домов, которые они хотели бы взять непосредственно в управление, и жители должны будут определить, какая компания будет управлять этими домами. История получила продолжение. Директор УК Стандарт обратилась в городскую прокуратуру заявлением, в котором обвинила Жарко в лоббировании интересов муниципальной управляющей компании. В заявлении указано, что действия Жарко свидетельствуют о нарушении депутатской этики и подрывают авторитет представительной власти. Артем Жарко считает эти обвинения необоснованными, выдуманными и несоответствующими действительности. Многие были подготовлены мотивированные ответы в прокуратуру. Я всегда говорю и буду говорить о том, что единственная цель, которую мы преследуем на сегодняшний момент, это создание добросовестной конкуренции в городе Новотроицке, потому что в городе Новотроицке конкуренции между управляющими компаниями отсутствует вообще, потому что все, скажем так, районы города поделены между одними и тем же структурами. Улучшение качества обслуживания населения в коммунальной сфере возможно только в случае захода сюда иных компаний, которые заставят существующие компании улучшать условия своих услуг. Далее депутат рассказал про созданную муниципальную управляющую компанию. То, что касается муниципальной управляющей компании, то есть муниципальным интернетом предприятиям УКХ, была создана управляющая компания, название называть не буду, все списки были переданы. Я, насколько понимаю, она также начинает работать, и, соответственно, у нас на сегодняшний момент, как минимум, уже конкуренция начинает действовать. И мы это видим как раз по тем событиям, которые разворачиваются на сегодняшний момент в отношении домов, находившихся под управлением управляющей компанией «Стандарт». Продолжение следует...